Сейчас гости из Швеции находятся в отдельном загоне на карантине. Не то, чтобы кто-то из них по дороге приболел, так положено. Долгий путь из Скандинавии буренки перенесли хорошо, а добирались они до Томска 9 дней на специально оборудованных двухэтажных фургонах с кондиционерами. Директор хозяйства Василий Журавлев, который и принимал коров, в сердцах говорит, у нас в таких машинах даже людей не возят. Сейчас шведские буренки адаптируются к сибирским условиям. Кстати, правильно величать гостей черно-пестрые гольчтины. Стоит одна такая корова 2400 евро без растаможки. Ну и продуктивность имеет соответствующую. 9000 килограммов молока в год. Это в два раза больше наших надоев. Всего к нам из Швеции доставили 54 коровы. Но все-таки вернее будет сказать 55. Во время пути из Стокгольма в Томск шведских буренок стало больше на целую голову. Это произошло в районе Омска. На свет прямо в трейлере появилась телочка. И ее уже назвали «россиянка». Племсовхоз Заварзина готовился к покупке шведских телок 5 лет. Надо было научиться готовить корма по европейским рецептам, а также построить соответствующие коровники. Ведь иностранные буренки крупнее наших на 25 сантиметров. Почему шведские телки лучше, чем наши? Потому что шведцы занимаются гаштиневизацией уже несколько десятков лет. А мы к этому пришли буквально лет 15-20. У них в этом плане по молочному производству молока они далеко ушли от нас. Каждая из прибывших коров уже ждет теленка. Так было специально оговорено в контракте со шведами. Отел должен начаться в конце лета. Родившихся бычков продадут соседние хозяйства, но уже не по иностранной цене. Таким образом специалисты рассчитывают увеличить продуктивность скота по всей области. По сути, за шведскими буренками будущее томского животноводства. Продолжение следует...